Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Все действие на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на нашу субтитры создавал DimaTorzok и нам понравилось на наш канал! Добро пожаловать 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 на наш канал! И учиться. Ты проводишь мастер-классы, да? Да. Ну, то есть тебе уже определённая известность есть, да? Да. Ну, и титул «Принца-2022» тоже тебе, скажем, придал известности. Да. Да? Хорошо, давайте так. Чтобы окунуться в эту атмосферу, давайте посмотрим небольшое дефиле, которое дети представили на этом конкурсе, и познакомимся со всеми детками, которые принимали участие в этом конкурсе. Поехали. Это наша глава сказки, глава модная. Эта глава появилась с помощью наших друзей, генерального партнёра мероприятия, нашего гагаузского производителя детской одежды, бренда детской одежды «Каро». Огромное им спасибо за предоставленную одежду на спортивный выход и на дефиле и за подарки нашим героям. Фирма «Карл» производит свою продукцию в Чедрунге, имеет фирменные магазины. Мы им очень благодарны. Я надеюсь, что вся гагаузия будет поддерживать наших местных производителей, которые так открыто и так хорошо поддерживают культуру и творчество. Огромное спасибо. Не могу не сказать о главных организаторах нашего мероприятия. Обязан. Наши главные помощники – это премьерия, совет и Единый культурный центр в Министерстве Чедрунга. Информационные партнёры – огромное спасибо общественной компании ГРТ, огромное спасибо интернет-порталу гагаузинфо.мд, телевизионному каналу СТВ и газете «Знамя». Низкий поклон, ребята, за поддержку и помощь – это уже наши постоянные информационные партнёры. Что ещё сказать? Все организаторы, то есть все представители организаторов, все наши партнёры отнеслись с максимальной ответственностью в подготовке и выполнении этого мероприятия, за что им ещё раз низкий поклон от всего нашего творческого коллектива Единого культурного центра Министерства Чедрунга. Просто роскошные дети. Здесь, конечно, чувствуется шикарная подготовка. Вы знаете, как приятно, как приятно видеть их в модной одежде и понимать, что эта модная одежда проведена в Гагаузии, что у нас есть модный бренд. И ещё вам скажу, мы посылали подарки в Европу нашим родственникам. Наши детки ходят в детский сад, в Дании и в школу. Датчане в восторге от качества нашей гагаузской продукции. Просто супер. Вот мы и посмотрели фрагмент шикарного конкурса. Как узнали о конкурсе? Как готовились и как приняли решение принять участие? Потому что на самом деле это сложная работа, это многочасовая, многодневная работа. Ну, мы, когда узнали, что будет конкурс, и пришли в Дом культуры, познакомились с Жанной Ивановной, с Иваном Ивановичем. Нас очень тепло приняли. И первое, что они сделали, я им сразу поверила, что будет сказка и что стоит попробовать себя. Ивану нельзя не поверить. Это правда. Внушает доверие. Они настолько искренне относятся и с любовью к своей работе, и к людям, которые с ними рядом вместе, что просто нельзя было по-другому принять решение. И мы не жалеем, мы, наоборот, счастливы и благодарны всем, всему коллективу. Жанна Ивановна, замечательный директор, она настолько тонкая, интересная, умная, очень много знающая женщина, глубокая. Иван Иванович — это наш мозг, это наш талант, это гений просто. Не боюсь этого слова, потому что он действительно... Он умеет и с детьми на их языке говорить, и с взрослыми на нашем языке, и всем может разродить обстановку и окунуть сразу и в сказку, и в реальность, если нужно. Правда, было очень хорошо. Коллектив там какой, просто замечательный. Ольга Степановна, она любую нотку услышит, подойдет к ребенку, никогда не крикнет. Она подойдет. Вот открой ротик, сделай правильно, выпусти, дыши правильно. Татьяна Ивановна, она у нас там по вот этим постановкам, по танцам, по дефиле, вот она вот это дефиле организовывала. Настолько они все творчески подкованы, настолько они с любовью это делают. Лидия Андреевна, она у нас актриса. Мы вообще все вот так все слушали, что каждое ее слово пытались впитать, деткам донести. Луиза Павловна, она у нас спортивный танец ставила, она там с ними чеканила, надскакивали, они там по несколько часов бывало. Молодцы. И детям нравилось. Они не хотели, что, ой, я не хочу. Идут с радостью. А Алексей у нас по звуку, молодец Алексей Александрович. Иван Николаевич с Светом, у нас был такой номер сложный, с Чаплиным, там нужно было с Светом работать. Он терпеливо все делал, скрупулезно отмечал, где должен быть точно Свет. Спасибо большое всему коллективу и тех персоналу. Они всегда за нами, как пчелки, убирали. Везде всегда свежий воздух, влажно, все чистенько. Молодцы. Работа Липровска на высочайшем уровне. Это на самом деле было видно. Иван, расскажите о условиях конкурса. Какие конкурсы, что должны были дети уметь делать? Перед тем, как расскажу о деталях конкурса, наверное, правильно будет рассказать о том, как все начиналось. Мы начали подготовку 25 марта. И вы должны понимать, что с 25 марта по 15 мая Единый культурный центр параллельно с подготовкой конкурса детского творчества «Принц и принцесса» провел торжественное собрание по поводу присвоения звания муниципи Чедер-Лунки 13 апреля. 17 апреля грандиозный, не побоюсь этого слова, республиканский танцевальный фестиваль детских танцевальных коллективов «Чудо-дети» приглашают. Кстати, еще раз огромное спасибо нашим информационным партнерам, в том числе и ГРТ. 27 апреля первый православно-просветительский фестиваль имени Михаила Чекира с участием всех церковно-приходских школ православного духовенства. 9 мая ну, вы сами понимаете, 8 мая до 9 мая у нас квиз интеллектуальная игра, 12 апреля квиз интеллектуальная игра, посвященная первому полету человека в космос. 6 мая мы все на Хедерлес, на конно-спортивном празднике. Вы знаете, что случилось 6 мая в 4 часа? Нет. Закончился конно-спортивный праздник, а все мы уже были на студии, где снимали главу нашей сказки под названием «Глава сенсационная по секрету всему свету». И за 2 часа честь и хвала нашим героям, всему нашему тротическому коллективу и маме мы сняли, на мой взгляд, один из самых лучших фильмов, которым когда-то мы прилагали свою руку. И этот фильм мы привезли вам как подарок. Спасибо большое. Главу нашей сказки, глава «Сенсационная по секрету всему свету». Кроме этого фильма, который я очень надеюсь на то, что вы будете транслировать как наши партнеры. Обязательно с огромным удовольствием. Кроме этого, мы привезли вам специальную кружку в подарок. Это кружка с портретом всех наших участников. Да. Оператор подсказывает. Да. Еще один подарок. Это благодарственное письмо вашему руководителю и всему вашему коллективу от Единого культурного центра за подписью примара Анатолия Афанасьевича Топал с благодарностью за помощь, поддержку и надеждой на дальнейшее сотрудничество. Обязательно. Только так. Кроме этого, у нас вот вы видите такая большая фотография со всеми нашими ребятками. Это было 6 мая, чтобы вы понимали, прошла и фотосессия, и съемки видео сразу после конно-спортивного праздника. И посмотрите, какое качество у нас получилось. То есть мы успели все с Божьей помощью. Шикарная, как прочная вещь. Вот такие фотографии получили все наши участники. Кроме персональных фото, вот такие общие фото. Ну и призы, подарки. Наши победители отличались от всех остальных участников только одним. Только вот этими вот замечательными статуэтками. Все остальные призы и подарки были у нас на равных. Почему? Объясню. С самого начала, когда детки пришли, мы провели с детками собрание и сказали, ребята, у нас предстоит большое мероприятие с участием детей. Называется оно конкурс. Ну, оно конкурс для зрителей. А для тех, кто будет в нем участвовать, это работа. Поэтому у нас к вам предложение. Вы не хотели бы с нами поработать? Можно я сейчас спрошу, ребят, вот чувствовалось соперничество во время конкурса? То есть я лучше, или вот мой друг там лучше, или как вот чувствовалось? Как вот надо было настроить себя, чтобы всем достались призы, всем достались короны и дипломы? Ну, я соперничества вообще не чувствовала. Мне хотелось со всеми дружить, со всеми стать лучшими друзьями. Мы очень все дружили, помогали друг другу, выручали. И мне кажется, ни у кого не было такого, чтобы соперничать друг с другом. Все хотели, чтобы выиграли всем. Здорово. Димир, ты что скажешь? Добавишь? Ну, я... Ну, все там молодцы дети, все. Мы выступали, как одна семья. Мне очень понравилось, очень было классно. Дети все показали класс. Супер. Иван, теперь можете продолжить. Продолжим. То есть лафон из лафон. Да. Устами младенцев. Да, да, да. Так вот, ребята, мы вас приглашаем на работу. Почему мы вас приглашаем? Потому что нам нужны маленькие артисты. Если бы мы могли превратиться в маленьких, мы бы сами сыграли. Ну, смотрю, новое поколение, они же за бесплатно ничего не будут делать. Денег не предлагал, сразу говорю. Ребят, давайте так, мы вам подарим подарки. Да? А какие? Ну, это будет зависеть от того, как вы работаете. Наши помощники, организаторы увидят и постараются вам сделать классные подарки и призы. Договорились. И вот на протяжении этих почти двух месяцев они ходили как на работу. Мотивация главная. Я вам расскажу такое. Мне было так жалко. У меня сердце разрывалось. Они отрабатывали смены с 10 утра до 5, до 6 вечера. Они прощались, не поворачивая головы. Понимаете? По одному выходили из здания и просто вот так до свидания. До свидания. Тени выходили. Ребята, не пожалели на каком-то этапе, что вот устали, не хочу, да не надо мне. Вот эта сцена, я уже привыкла, я уже не первый раз на сцене. Ну, нет. Нет? Как бы. Для меня это было очень интересно. В какой-то период мы все уставали, все хотели домой, хотели поспать, но в то же время оно было очень интересно и хорошо. Ну, при такой поддержке, да, Димит? Да, да. У Димита случилась радость, но она случилась не только у Димита, у нас всех. В вашей большой семье. Да, в нашей большой семье. В пятницу перед конкурсом, в пятницу перед конкурсом. А пусть Димит расскажет. Что случилось у нас в пятницу перед конкурсом? Нет, сначала давайте так. Я знаю, что вы записывали небольшие видео и у Димита было какое-то, может, я ошибаюсь, пожелание, что вот вы у меня раздомлены родиться. Мы вам подарили подарок, который мы записывали 6 мая. И так получилось, что 13 мая этот подарок, то есть то, о чем говорил Димит, случилось. О чем ты говорил, Димита? У меня родилась сестричка. Ура! Мы поздравляем тебя. Спасибо. Как назвали? Ангелина. То есть в видеоролике ты говоришь, что она должна родиться, что вы ожидаете, да? Да, и как раз родилась. И родилась еще... В какой день она родилась? На мой день рождения. Супер. Все здорово. Это такой подарок? Да. Здорово. Теперь будете два дня рождения в один день. Как раз окончания будут одинаковые. Сегодня мама должна приехать из роддома. Так бы мы маму Наташу тоже сюда пригласили. Но так получилось. Рядушка, мама помогала тебе? Да. Конечно помогала. Во время конкурса с Димитом... Представляете, какая у нас ситуация? Мама в роддоме, у Димита творческий, а в коробке у Димита пчела, а эта пчела Димита младший, брат Мирошка, который в садик ходит. И мы все переживаем, чтобы пчела зажужжала вышла, чтобы Димит слова не забыл, чтобы маме там все хорошо прошло. В общем, у нас было такое большое семейное переживание во время нашей сказки. А давайте мы посмотрим, как же зажжала эта пчела и все ли получилось. Давайте посмотрим Димит пчелка. Димит пчелка. Не узнает, куда пропадали, пчелами летали до утра, жужжали жужжами, мы над этажами, меня пить, ела, луна. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим лед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим лед, а мне повезет, и в танцу несет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим лед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим лед, а мне повезет, и в танцу несет. Где бы ты ни был, с кем бы ты ни был Небо по мощным ярким рассветам Все же заходишь, тебе подарю Музыку света, море, волну Давай отлорим с тобой дела Музыка двигает наши села Сердце пронзило пчела Я полюбил тебя Просто пчелы Пчела и пчеловод А мы любим мед А не повезет С тобой не повезет Пчела и пчеловод А мы любим мед А не повезет И в танцу несет Пчела и пчеловод А мы любим мед А не повезет С тобой не повезет Пчела и пчеловод А мы любим мед А не повезет И в танцу мне шел Что написал? Я участвовал Демитр Курунимов Отлично Идея именно этого номера Как она пришла? Кто ее придумал? Да, тоже Иван Потому что у тебя папа пчеловод? Да Или что-то еще способствовало? Нет, 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 нет Я сейчас помогу немножко Когда мы готовили визитку Мы же с каждым ребенком Что ты любишь, чем ты увлекаешься А вы знаете, мне кто-то говорит У Демида на YouTube-канале Есть видео, как он рассказывает Как нужно ухаживать за пчелами Работать на пасеке Я говорю, все, будем с этим работать Вы не представляете себе Как Демид сопротивлялся и отказывался Он говорит, это серьезное дело А вы меня в таком несерьезном мероприятии Хотите, извините за выражение, показать пасечникам? Нет, то есть пчелы это серьезно А у вас здесь развлечение Мы еле-еле его убедили И вот в его визитке он рассказал о том Что его папа пчеловод ему этому учит Ну и еле-еле мы уболтали Демида Чтобы он показал себя пчеловодом На творческом конкурсе Потому что все-таки к пчеловодству Он относится как к промышленному производству Но не как к культуре Но с сегодняшнего дня, я надеюсь Он уже и культуру считает серьезным делом Ну папа как оценил этот номер Судя по тому, что он профессиональный пчеловод Сказал тебе? Молодец, здорово Да, сказал Сказал? Он мне позвонил где-то месяц назад Я сказала то, что я буду пчеловод петь на творческом Сказал, хорошо то, что пчеловод Отлично Все удалось, все получилось Ирина и Арина Ваш музыкальный номер Я уверенно потряс И зрителей, и телезрителей И, естественно, и меня Чья идея, чья задумка? Потому что копировать Чаплина Это далеко не просто Это основа по адресу Конечно, это очень большой риск Это творческий риск и для автора идеи И для постановщики, для исполнителя Ирина Ивановна Несколько раз мне звонила Несколько раз приходила Для того, чтобы отказаться от идеи Чарли Что было аргументацией? Ирина Ивановна говорит Вы знаете, Иван Иванович Очень многие ставили Чарли Чаплин Это уже избитая идея Все говорят, что это неправильно Это не будет никому интересно Все говорят, что вы просто пытаетесь пародировать тех Кто когда-то пародировал Я бы тоже не согласилась Да, это будет очень утрировано и некрасиво Нет, не согласилась бы с Иваном Чтобы он вам отказал Конечно, это шикарно И пришлось настоять Пришлось прокачать его через себя Пришлось Ирине Ивановне рассказать детально И прямо вот перед началом съемок Я сказал Ирине Ивановне Я ужасно, ужасно вам благодарен За ваше доверие Вы взрослый человек Вы педагог И вы переступили через себя Доверились И слава Богу, у нас все получилось Арина Ну, как ты вошла в этот образ В этот прекрасный образ Чарли Чаплина Ну, честно, когда я выступала, я просто кайфовала Мы тоже Мне было очень интересно Как бы На меня смотрело 500 человек И я была Не только, а еще и телезрители? Да Я была в образе гения Который сделал первый фильм в мире Мне было очень приятно его делать Особенно, когда я играла на скрипке Вот это Мне было очень Шикарно, когда я выступала А мы сейчас вместе посмотрим Этот номер, насколько он удался Давайте Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Да, я смотрела очень много фильмов ДимаTorzok 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 как мы к этому пришли это правда я немножко сопротивлялась я переживала потому что я очень с уважением отношусь к творчеству чаплина и я арине объяснила что этот человек который первый создал немое кино и этот человек действительно заслуживает да гениальный он заслуживает первую что слово сказать из-за ивана ивановича медали запрет я стараюсь но конечно он настоящий гений и мы с ней вместе просматривали кино про час чарли чаплина с его участием наблюдали за его манерой за его мимикой за его жестами и даже насколько вот огни большого города меня потрясли вот он там настолько тонко тоже в фильме все подчеркнуто у нас манекен у нас девушка которая привлекла его внимание и которая он хотел ее как-то впечатлить он с ней поделился цветочком он же бродяжка спал на лавочке на улице перебью одели манекен в стиль двадцатых годов модерна с пером брау все все учились когда же все было подобрано да и вот этот бродяжка он проснулся пошел город увидел прекрасную женщину и вот в это она должна была горяриша так передать что ты действительно о какая красавица и вот я тебе вот цветочек который у меня там где-то я на полянке сорвала то ромашечку поделюсь не хочешь вот тебе мой мой пирожок который у меня там где-то завалялся я с тобой поделюсь последним не хочет и вот как этот лучик его навел к скрипке и вон для нее сыграл и вот правда получился номер очень красивыми там очень много да замечательная просто потрясена на самом деле и к подходу материала и к исполнению и к организации потому что на самом деле сделать из маленьких детей больших артистов я это вижу так и и телезрители и зрители уверенно также оценили вашу работу и хоть иван не любит или не хочет примерить на себя гениальные я скажу просто сверх талантливый потому что еще раз говорю работать с детьми это сложнее во много раз чем со взрослыми потому что взрослого на взрослого и крикнешь и что-то скажешь и укажешь с ребенком к ребенку только подход и именно вот только через вот нити души и все обязательно получится иван в организационном плане принимала участие и жюри высокопрофессиональное супер профессионально пожалуйста с удовольствием расскажу до того как буду говорить о жюри расскажу обо всех кто был с нами а потом жюри в первую очередь я хочу упомянуть наших героев и наших главных волшебниц которые произвели на свет этих героев это андрей сырт мочевой мамы наташ это наташа капанжи и ее мама елена это наша ариша ее мама ирина это нашли леня гроздев поэт и его мама надежда это наш красавчик димит крудимов его мама сливая наташа которая родила ангелиночку в пятницу перед конкурсом это наш дима ворников замечательный чтец и его мама мария это конечно же наша прекрасная прекрасная девочка супер талантливая маша арманжи и ее мама анастасия это машенька бербер наша наша супер супер танцовщица бояшка и умница ее мама елена это конечно же мой друг и товарищ моя пиратка женечка железогла ее мама мария и это лиза тукан это человек который бог дал талант ставить точку во всем она умеет заканчивать фразы а я у нее потихонечку учусь и конечно же ее мама мария огромное спасибо всему нашему творческому коллективу нашему директору жанне ванне пошел и и всем сотрудникам и творческого и административного и технического плана я их всех очень люблю уважаю ценю и чувствую такое же отношение и к нам и к деткам огромное спасибо примири и совету за помощь поддержку максимально всем помогли и конечно же нашим информационным партнерам еще раз говорю общественная компания грт ребята вы всегда с нами гагаузинфо ств газета знамя наш генеральный партнер карл спасибо низкий поклон это было впервые я надеюсь это станет доброй традиции не только в чедрунге но и во всех населенных пунктах гагаузи наши производственные предприятия наш бизнес будет поддерживать детское творчество и культуру в целом ну и конечно же украшением нашей сказки стали настоящие волшебники которые приехали к нам из кагула наши друзья и товарищи это великолепное мажорет шоу ювента его привез его привезла директор дворца культуры николай ботгросминцы пикакул госпожа радика понашеску радика степанна помимо того что директор дворца культуры она директор мажорет шоу она художественный руководитель прославленного танцевального коллектива ювента она президент национальной федерации твирлинга там и другого другого ну всего что связано с мажорет честь и хвала низкий поклон мало того одной из глав нашей сказки было заключение соглашение между двумя соседними королевствами которые мечтают превратить жизнь их детей в добрую сказку прямо на сцене была трибуна вышли директора домов культуры чедерлунги и когула и подписали договор о культурном сотрудничестве между дк чедерлунги и дк когула это было чудесно и очень гармонично еще раз огромное спасибо нашим друзьям из когула и лично радике степану понашеску ну а теперь наши критики впервые да жюри впервые состав жюри не входило ни одного жителя гагаузии гагаузии прошу заметить если 2018 году четыре года назад у нас не было ни одного жителя чедерлунги то сейчас мы вышли за пределы гагаузии и в составе нашего жюри были представителем жюри замечательная артистка народная артистка республики молдовы госпожа маргарита ивануши со всеми титулами званиями кавалер ордена глории мучи мучи и прочее 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 режиссер постановщик приднестровского театра надежда ранецкой директор театра белая ворона город террасполь наш друг и товарищ и талантливейшая личность госпожа ольга прохорова господин януш потрашку режиссер постановщик театра модель театра мэйд одно из самых модных театров молдовы и современных театров молдовы профессионал конечно же уроженец гагаузии но уже гражданин приднестровья отличник культуры приднестровья солист хора мвд а лидер группы drive бэнгуро террасполь и человек который начинал свою трудовую деятельность не буду скромничать под моим личным руководством в едином культурном центре муниципе чадрунга наш дорогой господин дмитрий каден ну и конечно же радика степана панашеску директор дворца культуры миклайба гросс муниципе каху вот такой вот роскошная да роскошный состав жюри да они они поделились нами впечатлением после конкурса поблагодарили сказали ребят только не останавливайтесь а мы с вами всегда рядом мы вам пожелаем того же только не останавливаться не бояться никаких экспериментов тем более тех экспериментов которые предлагает иван стамов поэтому только вперед к новым вершинам я хочу еще акцент сделать на финальный номер который тоже был продуман специально к этой постановке сейчас я вам расскажу сказка это вот мы ехали с ириной и рассказывал помните история миндерееве которому приснилась таблица дмитрий иванович миндереев ему приснилось таблиц химических элементов но есть такая легенда он стал ее нарисовал сказка мне тоже приснилась но результатом этот результат пришел конечно же после долгих 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 месяцев дней обдумывания и вот в голове появился сюжет сказки осталось только карандашом распланировать и расписать текстовки сюжет был одобрен в первую очередь нашим творческим коллективом согласован с руководством ну и потом озвучен был перед нашими героями и родителями слава богу наша постановка в походе за мечтой интерактивная драматическая постановка с участием профессиональных и не профессиональных артистов разных возрастов удалась сверхзадача выполнена финальной точкой то есть кульминации нашего действа было исполнение песни всеми героями сказки и песня была за мечтой ребята очень долго работали трудились у них все получилось я я видел видел супер огромное спасибо за работу над песней нашему руководителю вокальной студии аллегра ольги степановне и нашему музыкальному звуковому режиссеру алексею александровичу спасибо огромное но не будет правильным если я не скажу что я не знал об этой песне и мне подсказала одна из мам мама евгения железогла мария ей за это низкий поклон и отдельное мороженое потому что она пришла ко мне ска вы знаете иван иванович я слышала про сказку и мне кажется что в конце сказки должна будет звучать вот эта песня это называется команда семья где каждый зацепится за маленькую идею и она воплощается и получается кульминация мечта сбылась наши детки не побоюсь этого слова стали пусть молодыми начинающими но настоящими артистами и маленькое добавление обратите внимание они все учатся во втором третьем классе следовательно эти дети ходили в детский сад когда начались все эти глобальные несчастья пандемия кризис нехорошие события у наших соседей и не было возможности у этих детей выступать на большой сцене и увидеть полный зал так вот когда они в первый раз вышли на сцену на этот можно сказать сумасшедший орущий стадион они вернулись в раздевалку то мне рассказывали мамы и они орали в раздевалке готовят там полный зал людей они все кричат и мама исправит вы испугались нет это круто это это вот это чувство настоящего артиста когда полный аншлаг и когда на самом деле ты понимаешь для кого ты работаешь давайте вместе посмотрим эту финальную песню давайте а а Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо большое. Спасибо.